Здравствуйте, меня зовут Юрий Железняков и в этом видео полный, детальный и наглядный обзор наушников Panasonic RZ-S300. Данный обзор я разобью на несколько частей. Мы поговорим о качестве звука, динамиков и микрофона. Я покажу, чем наушники удобны с точки зрения эргономики, плюсы и минусы. Покажу работу приложения. Мы протестируем наушники, так что все будет наглядно и подробно. Но если у вас останутся вопросы, пишите их ниже в комментариях. Начинаем! Итак, перед нами упаковка с наушниками. Давайте откроем ее и посмотрим, что же внутри. Упаковке не хочу уделять много времени, а как правило она либо отправляется в шкаф, либо ее выбрасывают. А вот содержимое будем использовать очень долго. Важный момент, который стоит отметить, наушники изготовлены японской компании Panasonic, а произведены они в Малайзии. Открываем коробку и смотрим на содержимое. Внутри нас ждет кейс для наушников, собственно говоря, сами наушники и несколько видов амбушюр. То есть выбрать размер под себя будет несложно. Обращу ваше внимание на кейс, который идет с наушниками. В нем они сидят достаточно плотно, не вываливаются, даже если его трясти. В передней части кейса расположен диод, сообщающий о заряде, а сзади есть специальный разъем для USB Type-C. Индикатор показывает нам, какой заряд остался у аккумулятора. Кейс компактный, его легко убрать в карман, он не займет много места. Заряда аккумулятора хватает на семь с половиной часов работы наушников. Если вы в поездку берете с собой кейс, то 30 часов работы вам будет обеспечено. Также обращу ваше внимание на то, что наушники True Wireless System отличаются именно тем, что у них нет совсем никаких проводов. То есть если в стандартных bluetooth наушниках что-то связывает левый и правый наушник, то в ТВС этой связи нет, это достаточно удобно, поскольку при занятии спортом или просто при прослушивании музыки вам ничего не мешает. Отдельно добавлю то, что у Panasonic левый и правый наушник полностью независимы. Вы можете использовать даже один наушник. Это удобно, допустим, при вождении автомобиля, когда вы используете наушники в качестве гарнитуры. У вас остается и связь с внешним миром, вы хорошо слышите внешние звуки, чтобы ориентироваться в пространстве и параллельно можете разговаривать с вашим собеседником, допустим, по телефону. Что касается самих наушников, поговорим о качестве звука. Динамик здесь достаточно, крупный 6 миллиметров, вес наушников 4 грамма. По моему опыту использования наушников звук действительно очень-очень качественный. И плотные басы, и хорошая равномерная середина, и верхняя частота тоже меня порадовали. Я прослушал наушники в разных режимах на различных музыкальных композициях. Я больше предпочитаю рок, и для этого звука наушники мне действительно очень-очень понравились. Главное правильно расположить их в ушной раковине, чтобы они плотно закрывали ухо, и тогда звук будет максимально качественным. Если звук в чем-то вас немножко не устраивает, попробуйте подобрать другие амбушюры. Различие будет очень существенным. Управлять наушниками просто. Однократное нажатие на правый либо левый наушник ставит на паузу воспроизведение, либо снимает с паузы, и вы продолжаете наслаждаться своей любимой музыкой. Включаем. Двойное нажатие на правый наушник переключает на следующий трек. Троекратное нажатие на предыдущий. Для управления громкости нужно использовать левый наушник. Тройное быстрое нажатие прибавляет громкость, двойное нажатие убавляет. Ну а теперь давайте протестируем наушники и посмотрим, как работает микрофон. Для того, чтобы оценить качество встроенного микрофона, попробуем совершить звонок с одного телефона на второй, при этом выбираем в качестве гарнитуры беспроводные наушники. И дозваниваемся. На втором телефоне мы услышим звук. Телефон сейчас приходит в громкой связи, и вы слышите звук, идущий через наушники. Вторая часть тест-драйва мы наушники убираем в кейс, при этом огорвется в соединение, и в качестве звука будет использоваться уже микрофон телефона. Рассмотрим другие варианты использования наушников. Очень комфортно, мне понравилось, я тестировал их для просмотра фильмов и музыкальных клипов. Наушники легко соединяются с телевизором, при этом можно и поиграть в приставку, какие-то игры, но опять же замечу, что ТВС-наушники по оценкам многих геймеров имеют некоторый лак. Я его, правда, не заметил, но я не игрок. Мне было играть действительно интересно и азартно. При этом домашние не чувствовали игру, и я им не мешал. Вебинар вести очень удобно в наушниках, они легко присоединяются к ноутбуку, и у вас есть полная свобода передвижений во время проведения конференций и вебинаров. Наушники отлично подходят для занятия спортом. Нет проводка, который соединяет их между собой, он не мешает, не раздражает. У вас есть действительно полная свобода перемещения, и при этом хороший качественный звук, уверен, поднимет ваши спортивные результаты. Для занятий спорта также важно наличие стандарта влагозащиты IPX4. Наушники плотно сидят в ушах. Даже при активном движении они не выпадают. Также я тестировал наушники и в зимнем режиме на улице. Для этого специально покатался некоторое время на квадроцикле. Наушники хорошо блокируют внешний звук, он не отвлекает. При этом даже на морозе они не садятся быстро, и можно использовать их долгое время. Теперь давайте протестируем наушники, опять же, по качеству сидения в ушах, по надежности. Когда вы одеваетесь или раздеваетесь, очень часто наушники длинные, такие наушники-бананы, выпадают из ушей. А если, допустим, вы одеваете маску или снимаете ее, к примеру, в лифте, наушник вы можете уронить в шахту лифта. Доставать его потом будет сложно. Хотя ради интереса отмечу то, что у компании Panasonic есть специальные приборы, такие роботы-пылесосы, которые трудятся в Японии на железных дорогах. Их задача как раз поднимать наушники, которые пассажиры роняют на железнодорожные пути. Ссылочку на эту информацию я даже оставлю в описании. Будет любопытно почитать. Что касается использования наушников и шапки, давайте тоже смотреть. Шапочку одеваем. Наушники закрываются, в принципе, не сильно давят. Они крупные, но за пределы уха выступают не очень сильно. Поэтому давление не очень большое. Но опять же, здесь вопрос размер ушей и шапки. Теперь давайте посмотрим работу приложения. Как и для других устройств, у компании Panasonic есть отдельное приложение именно для наушников. Запустив его, первое, что следует сделать, это обновить прошивку до последней версии. Наушники будут работать более стабильно и выдавать более качественный звук. Компания Panasonic постоянно заботится о своих потребителях и обновляет программное обеспечение, чтобы оно соответствовало высоким стандартам качества. Обновление занимает время. У меня ушло примерно минут 20. Хотя софт предупреждает о том, что до 45 минут может вам потребоваться. Обновление в приложении. Давайте посмотрим, как оно работает. Рассмотрим возможности управления. Нижний ползунок стандартно регулирует громкость поменьше, побольше. Сверху мы видим заряд батареи левого и правого наушника. Далее управление фоновыми звуками либо включаем, либо отключаем. Далее режимы звучания. Можно выбрать приоритет либо на усиление низких частот, либо на четкий голос. Как раз этот режим я себе и выбираю. Либо вручную настроить эквалайзер так, как вам это удобно. Следующий пункт меню это настройки. И здесь есть кое-что интересное. Помимо стандартных настроек по звуку и настроек светодиода, есть один очень интересный пункт. Переключить либо найти наушник. Давайте посмотрим, что это такое. Мы можем определить положение наушников на карте. Вот сейчас видно мои наушники располагаются в городской квартире. Адрес четко виден. И вторая возможность, которая здесь есть, когда вы определили адрес. Допустим, поняли, что наушники находятся дома. Вы можете найти их по звуку. Для этого наушники сниму, потому что звук они издают достаточно громкий. И нажимаем кнопочку издать звук. Они работают на максимальной громкости и услышать их вполне можно. То есть, если они были потеряны дома, то вероятнее всего вы их сможете легко найти. Давайте подведем итог. Наушники Panasonic имеют очень хороший звук. Они, на мой взгляд, качественно блокируют внешние звуки. Здесь нет какого-то сильного шумодала, который бы обеспечивал полную тишину внешнего пространства. Но, на мой взгляд, это не нужно. Все-таки хочется понимать, где ты находишься и быть в безопасности. Звук качественный. Посадка наушников очень плотная. Они не вылетают из ушей, даже если сильно постараться. Хорошая продуманная работа приложения, которое позволит более комфортно использовать наушники. И большой запас работы от аккумулятора. Если же вам нужна будет еще какая-то информация по данным наушникам, ее можно найти на сайте eplaza.panasonic.ru. Ну а если обзор показался вам интересен, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. А в случае возникновения вопросов, конечно же, задавайте их ниже в комментариях. С удовольствием постараюсь вам помочь. Спасибо за ваше внимание. Субтитры создавал DimaTorzok